Приходит как-то брательник и говорит, так, короче, мне нужна отвертка, вот магниты, вот ссылка на модель. Ну а я че, я человек простой, пошел и напечатал. При этом при всем я держу магниты в руках не первый раз, но в первый раз их протестировал и прям удивился. Первонаперво посмотрим на магниты, а потом их применим. Внешний вид, было кажется 104 штуки, на фотке уже понятное дело меньше. Размеры, прям как в аптеке. Проверим нагрузоподъемность. Клеим на отвертку. Гилька 50-го года, ух ты. Подумал я и решил проверить большим весом. 70 грамм, легко. 80 грамм, но с трудом, то есть это где-то предел для данного магнита. При этом не забываем, что тут магнит цепляется к гирке через пакет, который попался еще и не сильно тонкий. Короче, грузоподъемность меня приятно удивила, потому, собственно, и обзор написал. Теперь переходим к применению в народном хозяйстве. Ну понятно, что можно использовать для удержания всяческих крышечек в шкатулках и так далее. Можно делать магнитики на холодильник. А можно, как вот будет показано, ниже сделать отвертку битодержатель под биты 1,4 эндкод. Да, понадобится 3D принтер, и нет, я не покупал его, чтобы ручку для отвертки напечатать. Но он у меня есть и я не вижу причин не использовать его для изготовления всяких полезных штук. Модель тут, и рисовал ее не я. Модель кустомизабельная, но я ленивая задница, и пошел простым путем, изменением масштабов кара. Тут нас поджидает несколько нюансов, во-первых, отверстия рассчитаны под магниты меньшего диаметра. Во-вторых, похоже, что либо мой принтер печатает чуть меньше, чем положено, либо в модели не предусмотрены зазоры. Таким образом, я рекомендую напечатать кусочек и посмотреть, как свободно вставляется бита, и смасштабировать при необходимости, и сколько нужно поставить магнитов для ее надежного удержания, мы пришли к выводу, что лучше ставить два. Отверстие я рассверливал сверлом 3 мм вручную, и доводил фрезой, чтобы донышко было плоским. Фиксация магнитов, супер, клеем, впрочем, там и натяг неплохой. Печатаем и проверяем, как видим, биты несколько торчат наружу, что не есть гуд, и карман могут порвать, и к телу в руках не очень приятно. Поэтому увеличиваем масштаб, у меня получилось по X и Y1, 0.5 и по Z, 1.25, и печатаем еще раз. Можно, думаю, подправить все это и непосредственно в модели, благо автор приложил исходники. Но у меня нет данного софта, и я не вижу смысла его ставить и осваивать ради одной ручки, может как нить потом руки дойдут. Им хоть так гораздо гораздо гораздое. Магниты рекомендую, весьма понравились. Применение, думаю, придумаете сами. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.